...возможность информационных услуг и так далее. Возникла так называемая сервисная экономика, когда стали продавать сервис. Что сейчас позволяет делать Big Data, Интестра в интернете и остальные технологии? Они позволяют перейти к следующей модели, так называемой Outcom экономика, когда пользователь получает конкретный результат. Все ваши смартфоны — это способ получить конечный результат, потому что вы получаете удовлетворение своих потребностей, не покупая девайс, а заканчивая на него программное обеспечение. Что сейчас делает General Electric? Они провозгласили концепцию software-i-defined машин. То есть машины, которые меняются в зависимости от софта. Это следующая модель, когда вы можете получать характеристики, которые вам нужны, заплатив за эту характеристику. А проанализировав данные с турбины двигателя, поняв, каким образом образовывается лёд и как этому препятствовать, они сумели в тропических широтах поднять высоту полёта самолёта по 2 километра. Но за это нужно заплатить. Хотите летать на 2 километра выше — заплатите. Что такое 2 километра? Это экономия добровольного. И как раз вот эта революция открывает большое количество возможностей для малых компаний. Потому что, если вы посмотрите модель Apple Store, и посмотрите модель Facebook, и всех остальных, это бизнес-модель новая, которая сейчас начала существовать. И, собственно говоря, вся остальная индустрия тоже переходит в неё. То есть у вас будет платформа, дальше будет софт. Адктивные технологии — что они делают? Они убивают логистику. Потому что вам теперь не нужно продавать запчасти, вы можете продавать виртуальные модели и определённое количество скачиваний. То есть сколько раз мы печатали за это. Эти патенты Boeing и Amazon заплатовал в начале прошлого года. То есть вы полностью меняете цепочку создания ценностей и как раз приходите до концепции, о которой вы говорите. Потому что тебе не нужно возить откуда-то, издалека и так далее. Ключевой момент, который мы пытаемся сделать в рамках рабочей мультфотехники. Не то, о чём говорил господин Клеман очень хорошо. У нас есть девять уровней готовности технологий. Надо отметить, что очень важно, особенно для научных этих самых коллег и очень важно для малых компаний, помимо девяти уровней готовности технологий, существует девять уровней готовности производства. И они на самом деле увязываются в одно единое целое под названием оценка готовности проекта. Существует несколько переделок, и не будут на этом останавливаться. Ключевое, что я хочу сказать. Что происходит, то, что мы проанализировали, допустим, в России, да и за рубежом тоже этот вопрос присутствует. У вас институты, у них количество проектов в девятом уровне снижается. То есть их всё меньше, 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 меньше. И, как правило, большая часть университетских и институтских разработок застапливается где-то в районе пятого, шестого уровня готовности. Производство же, наоборот, оно хочет получить... вот так, кривая. И здесь получается разрыв, который приводит к тому, что, с одной стороны, наука что-то делает, и это происходит, да, но нет вот этой передачи. Поэтому эта картинка, она очень краснолечилась. Если вы посмотрите, вот этот мостик, который, наверное, об этом хотел сказать господин Клеммон, да, и, собственно говоря, мы пытаемся в рамках группы Технек создать систему испытательных полигонов как раз для того, чтобы малые компании могли заходить и доводить свои разработки вот до этого уровня. Потому что индустрия, только очень крупные корпорации могут себе позволить вкладываться на этом равном уровне. Это либо критические технологии, либо они вкладываются рискованно через фонды в будущее. Как правило, они работают через фонды. И это позволяет им проходить по этому пути. То есть вот несколько моментов. Я сейчас напишу здесь ссылку. Это сайт компании. Я не могу вам сказать точно. Адрес saturn.ru Заходите в рубрику «Корпоративная пресса». И там крайний номер журнала «Трамплин к успеху». Почитайте, пожалуйста. Там вы увидите для себя много нового и интересного. Там будут какие-то моменты по технологиям. Возможно, мы будем делать материалы с форума. И это позволит вам расширить. И смотрите, мы это проводим каждый год. И там ключевая штука как раз для компаний малого бизнеса. То есть каждая секция по каждой технологии возглавляется человеком, который работает в крупной компании. И он выходит со своим заказом. Он говорит, ребята, у меня вот такие проблемы. Я вижу вот такой вот бизнес. И это будет меняться таким-то образом. И я ищу проект. Это возможность вам. То есть если вы приходите в компанию со своим продуктом, когда компания уже находится на этом уровне, а у вас продукт на этом, вы никогда в нее не строитесь. Вы должны быть на том же уровне готовности технологии производства, что и ваш партнер, куда вы пытаетесь войти. Вот, коллеги, я, к сожалению, вынужден убежать. Мне не удалось вам практически ничего рассказать. Поэтому прошу прощения за то, что такое у вас случилось. Где подробнее искать информацию? Смотрите, вот эта информация уже есть на журнал. Вы можете почитать. Там 44 страницы. Мы часть наших спикеров попросили выгрузить свою информацию с головы заранее. Там будет достаточно много информации по технет и по некоторым разделам технологий. Я думаю, что мы с будущим, там есть ссылка на сайт, он пока еще в разработке, будем выкладывать какие-то новости на сайте. Ну и, соответственно, национальная технологическая инициатива, рабочая группа технет, заседание здесь достаточно регулярно мы проводим здесь. Я думаю, что какую-то информацию можно получить в оси, каким образом к нам привыкнуть и так далее. То есть, в принципе, конечно, было бы хорошо, что я вам сказал бы хотя бы на неделю раньше. Смотрите, вы можете попытаться приехать на форум. Я думаю, что вам удастся. 4-6 апреля в городе Рыбинске это будет происходить. И вы там, я думаю, сможете ответить на максимальное количество своих вопросов, которые у вас возникнут, и поговорить с конкретными специалистами, которые, собственно говоря, у нас приезжает много компаний из-за рубежа, представителей General Electric будет, и компании-производители оборудования, EOS, ARKAM, компонитивным технологиям, и по индустриальному интернету у нас много будет представителей. Поэтому, но, к сожалению, что есть, то есть. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо большое, мистер Клемен. Это было очень интересно. И ваша vision, если вы помните, что я говорил о этом в начале нашей дискуссии, это не дискуссия, конечно, но это очень интересная презентация. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.